МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Полезные советы больным диабетам. Прыщи на лице. В чём причина? Гиперактивный мочевой пузырь. Здравствуйте. Мне 28 лет. Недавно измерила уровень сахара в крови. Результат 8,8 микромоль. Стоит ли мне беспокоиться? Моей бабушке сахарный диабет первого типа. Смотрите, если вы сдавали кровь натощак, то у вас диабет. Вы должны повторить анализ крови. Если он будет ещё раз выше 7, то вам требуется лечение, и вы настоящий диабетик. К сожалению. Чем грозит позднее выявление диабета? У нас в России сейчас 3 миллиона больных с сахарным диабетом. Но по данным экспертизы, экспертной оценки, их порядка 8. Так вот, в чём здесь проблема? Что очень много диабета недиагностированного. У этих людей нет тяжеленной гипергликемии. Там 15 миллимоль натощак. У них такая средняя гипергликемия 7-8. То, что прогрессировала ишемическая болезнь сердца. Были проблемы с гипертонией. Для того, чтобы, кретосоди, дай бог, всё было с ногами, вплоть до диабетической стопы. Снижение функции почек, развитие диабетической нефропатии. Осложнение на глаза, диабетическая ретинопатия. То есть всё, от чего человек может получить инвалидность, либо, не дай бог, ну, как бы вот всё это закончится плохо. Норма содержания сахара в крови человека. У здорового человека норма сахара натощак 3,3-5,5 миллимоль на литр. Важный параметр при проверке уровня сахара в крови человека. Это цифра после еды. У здорового человека через 2 часа сахар в крови должен приходить в то же самое исходное состояние, как он был у него. Что бы он ни съел, кусок торта, 2 куска торта, 3 куска торта. Если он здоров, кроме того, что ему будет тяжело, ну, неприятно, у него сахар будет крови, будет нормально. И вот во всём мире растёт именно второй тип диабета. Вот у нас в Москве количество больных диабетом 2 типа ежегодно увеличивается на 5-6%, вот исходя из того, что было сказано, что да, 7 – это тоже уже можно ставить диагноз сахарного диабета. Бывает так, человек испугался с 7, подумал, действительно, неплохо было бы недельку побыть на диете. Посидел на диете, похудел на 2-3 килограмма, сахара стали у него 6, получил результат. Всё, я вылечил от диабета. Ничего подобного. Диагноз диабета, если он его поставлен, – это хроническое заболевание, которое у человека будет на всю жизнь. На сегодняшний день методов излечения, полного излечения сахарного диабета не существует, ни как первого, ни как второго типа. Можно только компенсировать заболевание, чтобы на фоне диабета у человека, у пациента были хорошие нормальные сахара. Больной сахарным диабетом должен постоянно следить за уровнем сахара в крови. Для этого сейчас существует множество простых в обращении глюкометров. Конечно, нельзя говорить о компенсации диабета, опираясь только на сахар кровя натощак и на уровень гликированного гемоглобина. Это киты, это основы для характеристики углеводного обмена. Но, с другой стороны, страдает сердечно-сосудистая система. И вот здесь, в критерии компенсации диабета, это официально внесено, такие параметры, как артериальное давление. Если для популяции это может быть 140 на 90, для больного диабетом 130 на 80, не выше. Независимо ни от возраста, ни от ситуации, ничего. При диабете страдает сердечно-сосудистая система. Проблема является то, что у этой категории больных риск инфаркта и инсульта в 2-4 раза выше, чем в обычной популяции бессахарного диабета. Больным диабетом необходимо регулярно проходить медицинский осмотр. Обязательно. Это специалист по стопе, это офтальмолог, это невролог, это, может быть, кардиолог, если в этой необходимости. Снять ЭКГ, сделать биохимию. Мало того еще, наши врачи еще выписывают льготные лекарственные рецепты. Это очень важно, что все больные диабета имеют право на льготное лекарственное обеспечение. Образ жизни больного диабетом. Базой лечения больных диабетом, и это везде написано, во всех руководствах, является изменение образа жизни. И здесь два кита. Это физическая активность, это тоже отдельная тема, и рациональное правильное питание. И вот человек, который имеет диабет 2-го типа, а это подавляющее число больных диабетом, имеет диабет этого типа, они имеют сопутствующее жирение. То есть практически редко можно найти пациента с диабетом 2-го типа, у которого не было бы либо избыточной массы тела, или ожирения. Поэтому для них избыток сладкой, избыток жиров – это путь, опять-таки, в еще большее жирение, в еще худший контроль сахарного диабета. Поэтому для того, чтобы сбросить вес, им нужно считать вот эти самые калории. Рацион больного диабетом. Все сорта капусты, огурцы, помидоры, салат, молочные продукты с низкой жирностью. Кто хочет вкушать лишь сладкое, для того оно становится горьким. Роберт Вальзер. Диабет 2-го типа практически синоним назначения лекарства под названием метформин, если у вас нет противопоказаний к нему. Метформин, помимо этого, поможет людям с избыточным весом немножко снизить вес. А еще более того, я скажу, метформин доказано предотвращает развитие рака у диабетиков, снижает заболеваемость раком и единственный препарат, который снижает число сердечно-сосудистых осложнений у диабетиков. Поэтому это вот тот препарат, который во всех рекомендациях идет наравне с диетой. Сразу после того, как установлен диагноз диабета 2-го типа. Сейчас для диабетиков активно распространяется экстракт японской компании. Здесь написано имя экстракта, говорить не буду, узнающий и сам поймет. Итак, японский экстракт. По словам консультантов, эта программа является федеральной. Действительно, это так. Вопрос возник в связи с очень высокой цены за препарат. 1 433 доллара США. То есть препарат практически недоступен для родовых граждан. Прошу дать разъяснение. Спасибо. Ну, действительно, это пищевая добавка. Она для диабета. Есть в литературе наравне с омегой-3, с некоторыми микроэлементами. Она перечисляется. Самостоятельного значения для лечения диабета не имеет. Это именно вспомогательная добавка. Конечно, нет никакой федеральной программы. А 400-1,5 тысячи долларов и лучше он в Египте. Слетайте на рыбок, посмотрите, полезнее будет. Веду здоровый образ жизни. Ем мало мяса, больше овощей, фрукты и рыбы. Но последние два года на лице стали появляться плотные жировички под кожей. Мне 58 лет была в кожном диспансере. И у других специалистов ничего толкового никто не сказал. Косметолог предлагает убирать их острой иголкой, а потом появляются новые. Не только пенсии, но и зарплаты не хватит. Ирина Ивановна, Ирина Ивановна, ну, вы знаете что? Так вот трудно по описанию понять, что это жировички. Видимо, это что-то маленькое, очень близко, раз можно иголкой выковыривать. И тем более вы уже были у кожников, и они смотрели. Просто скажу из опыта, потому что, конечно, вы ведете правильный образ жизни, диеты. Я не думаю, что это связано с диетой. Если по своему опыту все непонятное на лице, вскакивают все единицы, то надо проверять на демодекоз. Демодекоз – кожное заболевание. Возбудитель микроскопические клещи из рода демодекс. Если поддерживать состояние организма в достаточно сбалансированном таком виде, насколько это, естественно, возможно, плюс следить за состоянием, прежде всего, внутренних органов и собственной физической такой составляющей, то проблемы с нарушением флоры как на коже, так и со стороны того же желудочно-кишечного тракта. То есть, скорее, все-таки это следствие уже давно идущих хронических процессов. Факторы риска заражения, депрессия, проблемы с желудочно-кишечным трактом, проблемы с эндокринной системой. Демодекс микроскопически малых размеров, визуально мы его увидеть не можем. Поэтому мы используем микроскоп, пользуемся микроскопом, и при микроскопии мы используем его лечение в 20 раз. При этом мы обнаруживаем взрослых особей, также их личинок, которые значительно меньше отличаются по размеру, и также можно обнаружить яйца, демодекс. Курс лечения от демодекоза до двух месяцев. Лечит болезни врач, но излечивает природа. Гиппократ. Вы цените свое здоровье и здоровье ваших близких? Внимание! Телеканал РАЗ-ТВ объявляет о запуске информационного медицинского проекта «Скажите, доктор!» Вы задаете волнующий вас вопрос по теме здоровья. И в самое ближайшее время в эфире нашего телеканала получаете подробный ответ от ведущих столичных докторов. Задавайте вопросы прямо сейчас. Проект «Скажите, доктор!» Ваш компас в мире официальной медицины. Здравствуйте, уважаемый доктор. У меня такая проблема. Я часто бегаю в туалет. Уролог говорит, что это не цистит. Пила таблетки не помогает. Может быть, есть какой-то радикальный способ, раз таблетки не помогают. Ну, 21 год. Вам надо обратиться к гинекологу, и чтобы очень тщательно посмотрели органы малого таза и ультразвуком, и доктор руками. Потому что если это не воспаление, не цистит, то это может быть какая-то проблема, типа миома какого-то образования матки, которая может давить на мочевой пузырь. И, в принципе, это проблема, конечно, в основном пожилых женщин, но бывает у молодых. И, кстати, при беременности тоже очень и очень часто. И после родов часто бывает. Так что обратитесь к гинекологу, пускай он вас подробно обследует. А есть специальные таблетки от этого. Иногда приходится делать операцию. Гиперактивный мочевой пузырь – заболевание, вызванное непроизвольными сокращениями мышцы мочевого пузыря. При гиперактивном мочевом пузыре, конечно, частота намного выше. Мы встречаем пациентов с 15 мочеспусканий в сутки, с 20-ю, 30-ю, 40-ю, 50-ю ночевоспусканиями. То есть здесь в зависимости от тяжести расстройства. Рекомендации. Прием большей части напитков в первой половине дня. Диета. Ограничиваем употребление продуктов, которые могут раздражать мочевое пузырь. То есть именно продукты консервированные, продукты острые. Просим отказаться от кофеинсодержащих продуктов. То есть это кофе, чай, кока-кола. Методы лечения. Прием, назначенных врачом медикаментов. Физиотерапия. Мы прибегаем к электростимуляции в расслабляющем режиме. Есть современные приборы для экстракорпоральной электромагнитной стимуляции, которые тоже в индивидуально подобранном режиме помогают усмирить ничего пузырь. Главным средством предупреждения болезней является гармоничное развитие духовных и физических сил человека. Петр Лесгов. Сам не курю, но по работе часто сижу по несколько часов на куреном помещении. Скажите, насколько опасно пассивное курение и чем оно грозит? Михаил, 42 года, город Нарфаминск. Михаил, грозит оно раком, просто раком легких. Официально, официально входит в список канцерогенов. Пассивное курение доказано вызывает рак легких. Ну, не говоря уже о таких перелестях, как атеросклероз, который вызывает инфаркты, инсульты. Но вот как канцероген, вызывающий рак легких, он официально внесен в список. Причем это вторичное курение. А есть еще понятие третичное курение. Это не только, когда вот вы сидите, кто-то курит рядом. А вот никто не курит, человек заходит в помещение, а вот никотин остался на столе, на чашке, пыль вот вокруг у вас. Это уже третичное курение, и оно тоже опасно. Зачастую курение отрицательно сказывается на благополучии семьи. Очень многие женщины продолжают курить во время беременности, и здесь уже начинает страдать не только она, но и ее будущий ребенок. И, между прочим, в цивилизованных странах, если супруги один из них курит, а другой нет, и супруг продолжает курить, то для второго супруга это основание, чтобы подать на развод. Суды принимают это дело к производству. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин У� Strawское отрицк Что освужительно? Продолжение следует...